Паштет из куриное печенье. Печень, печень, печенье, печень. Кулинарино. По-русски очень правильно. Сегодня с вами Шевильен, настоящий Гасконец. Сегодня приготовим настоящий парфей, который можно сказать это паштет из куриное печенье. Вот этот ресет я сделал, когда работал в один звездный шлин в Гасконне. И туда называется вот это блюдо. Парфей. Совершание. Парфей это совершание. Нам понадобится конечно печень 400 грамм в молоке, в молоко, который будет убирать свою кровь. Все ингредиенты в описании. Масло сливочное 82% жира, лук-шалот, 5 яйцов, тимьян, армоняк или коньяк или бронли, модель порто. Можно поменять все вот это просто или порто, или чуть-чуть коньяк. Я использую все, потому что это чуть-чуть вкуснее. Можно только один алкоголь. Это так фуа-гра. Конечно, сливки 35% лучше, как всегда. И соль период, который не лежит здесь. Начинаем с наш лук-шалот, который нужно чистить. Реза сизоле, овшень тонкий. Это очень вкусно. Это паштет, который можно мазать. И это чуть-чуть лучше, чем русский паштет, где лежит только печень и масло сливочное. И если хорошо помню, лук или нет, и белый вну. И аккуратно. Реза сизол, овшень тонкий. Вот так. Потом на высоту, если ваш шалот большая, и потом овшень тонкий и аккуратно. Реза сизол. Вот так. Наш лук-шалот готов. Теперь будем жарить чуть-чуть масло. Вот это лук-шалот с тимьян и все крепкий алкоголь. И будем сделать так, концентрат и все вот это. Чуть-чуть масло. А потом будет побольше масло, которое будем с пролезвить. Нутри наше парфейс. Окей, то есть жарим наше лук-шалот. Складываем наше тимьян. А можно убирать все светочки. Вот так. Жарим наше лук без свеет. Суе, по-франшусски. Теперь можно фламбировать или нет. Это не важно на боте 37. Я люблю спектакль и я люблю фламбировать. Если вы боитесь, не сделайте. Ничего страшного. Только нужно выпарвить алкоголь. То есть я буду фламбировать. Теперь добавим или наш порто, или наш мадерра, или и то, и то. А это порто, это мадерра. Я забил один зуб чеснока. Зуб чеснока, который я забил, просто экразе и туда. И вот это будем выпарвить не до конца. Понюхать очень-очень вкусно. Концентрат уже готов. То есть без никакой жидкости почти. Нам нужно посмотреть, убирать все маленькие жёлтые кусочки. И посмотреть, если нет зелёный час, который бил по-франшусски, который очень-очень горький и вообще не полезный. Убираем бискву. Вот сейчас. Теперь нам нужно растоплить масло сливочное. Ни горячее, ни холоднее. Тепло типа 40-45 градусов. Так, наше масло сливочное уже растопили. Будем охладить быстро. Теперь наш печень готов. Вспользуем блендер. Чуть-чуть. Это уже пюре из печенья. Теперь добавляем яйцо. Разбивать один по одному и добавить туда. Теперь у нас есть пюре из печенья. То есть теперь можно добавить наш концентрат. Если вы любите очень чеснок, оставите зубы чесноком, я буду убирать его. Я лучше люблю вкус из шалот, порто, модерн. Вот этот концентрат, который сейчас, это важно, холоднее. Потому что если горячее, будет уже готов. Начинать готов печень и яйцо. Зум-зум. Теперь добавляем наши сливки. Очень быстро. И туда будем добавлять наше масло сливочное. Теперь посмотрим наше масло. Ну, все, 42, это вообще отлично. 40, 45 я сказал. Важный момент. Перевернуть вот это. Сделаем тар и будем висеть наш микс. Это жидкость, да? Килограмм 26 грамм. Каждый килограмм нужно 12-13 соли. И полтора-два грамм. Черный перец. Voilà. Это общий жидкий фарш. Будем положить вот этот террин. Чуть-чуть поменьше, чем высота. Потому что вот это можно сделать побольше объема. Потому что там лежит яйцо. Пожим в духовку водная баня. Вода до половины высоты, как минимум. Добавлю всегда для красоты. И для вкус. Вот. Листик. Лаврореллист. То есть, духовка 130 градусов. 30 минут, 40 минут. Сколько время? Это ваша форма будет сказать. Но внутри должен быть, когда будет готов, 67-68 градусов внутри. Оправляем духовку. Итак, после часа в мою духовку, в мою духовку, после часа, я сделаю два варианта для вас. Одну без ничего, без крышка, без ничего. Коречка. А другой с бумажкой, которую можно убирать. То есть, это чуть-чуть другой вид. Обычно туда пользуем растопление сала и растопление масла, которое мы перемешиваем. Положим, типа, полсантиметра. Вместо сала и масла с его шноуи, я несколько раз, когда была кейтринга, влагба и что-нибудь, я использую желе из порто. Маленький желе, это порто. Очень хорошо идёт, это паштет. Конечно, после приготовления, мы используем в ледяной бане, что будет стоп приготовления. Это обязательно. Когда, после духовки, труб в крем, сразу вы охраните воду. Поставьте лайк, если вам понравились вот этот рецепт. И тогда я буду понимать, что, какой рецепт вы любите, и какой рецепт вам не очень любят. И я могу сделать другой рецепт, ещё рецепт. Вот это идея. Совершение парфей.